Шойгу против Кудрина. Капитуляции России не дождетесь. Армии и войны. Власть 23 сентября 13.33. Шойгу против Кудрина. Капитуляции России не дождетесь. Почему сокращение расходов на армию чревато развалом страны? Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 7633. На фото, министр обороны Сергей Шойгу и глава счетной палаты Алексей Кудрин. Фото, Александр Саверкин, ТАСС. Материал комментируют. Виктор Алкснис. Михаил Александров. В российской элите новый публичный спор между либералами и силовиками. Правда, пока заочный. Его предмет – милитаризация бюджета России. Начало дискуссии положил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Он дал развернутое интервью московскому комсомольцу, в котором напомнил, по размеру оборонного бюджета РФ находится только на седьмом месте в мире. «Впереди нас по этому показателю и Саудовская Аравия, и, между прочим, Япония. Главное, что мы вполне эффективны в наших военных тратах, которые очень точечно расходуются и находятся под пристальным контролем нашего верховного главнокомандующего», – отметил генерал. А потом Шойгу спросили, что он думает по поводу заявлений главы счетной палаты Алексея Кудрина, который периодически выступает с тезисом, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным временем для экономики России. На это глава Минобороны процитировал Жванецкого. Смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много штанов мало, а нас самих много. Мыло у нас мало, а нас много. Вывод. Нас должно меньше быть. Стянание на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике, резюмировал Шойгу. Он отметил, что надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам. Наши вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения. Зато мне есть, что вспомнить о том моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е. Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков. И это при том, что всего офицеров у нас в то время было 157 тысяч. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой денежного довольствия на срок от 3 до 5 дней и более, напомнил министр. Шойгу призвал обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить расходы на оборону избыточно следовать давно прошедшей моде. Это все равно, что в сегодняшних условиях жизни носить крем-пленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, «Давайте спорить о вкусе аустрит с теми, кто их ел», – заключил он. Сутки спустя Кудрин ответил Шойгу через Twitter. Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. «Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задачи бароны», – подчеркнул глава счетной палаты. Он добавил, что теперь целью является эффективность. Аналитики из либерального лагеря представляют дело так, Кудрин выступает за перенастройку федерального бюджета в пользу ориентирования его расходов на развитие человеческого капитала и повышение качества инфраструктуры. А у Шойгу якобы нет новых аргументов в защиту военного бюджета, вот он и пускает в ход старые шутки. Как в реальности выглядит выбор Кремля между маслом и пушками? Если убрать идеологический аспект из заявлений Кудрина, это некомпетентное заявление, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. Чиновник такого уровня, по идее, должен понимать, сколько нужно тратить, чтобы поддерживать на соответствующем уровне нашу обороноспособность. Но, как верно заметил Шойгу, можно спорить о вкусе аустрит с теми, кто их ел. По сути, министр обороны дал понять, что глава счетной палаты не разбирается в вопросах военного строительства. Откуда, например, Кудрин взял, что у нас слишком большие расходы на оборону. Потому что с его, чисто бухгалтерской точки зрения, надо дополнительно урезать бюджет, причем именно в военной части. СП. Какой нам в реальности необходим военный бюджет? Если подходить к вопросу серьезно, надо начинать с оценки военно-политической ситуации, с определения угроз безопасности, какие существуют, и средств парирования этих угроз. Исходя из этого следует разрабатывать состав наших вооруженных сил, их техническое оснащение, определять степень подготовки кадров. Кудрин говорит о необходимости развивать человеческий капитал. А что, в армии человеческий капитал не нужен? Разве армия не важный компонент такого капитала? Напомню, армия в России традиционно являлась важнейшим государственным институтом, и именно человеческий капитал армии сохранил нашу страну. Или Кудрин думает, что за безопасность вообще ничего не надо платить, а финансировать ВС следует по остаточному принципу. На деле, если мы перестанем платить за безопасность, в скором времени от страны вообще ничего не останется. СП, почему вы так считаете? Безопасность в целом обеспечивает условия, в которых может развиваться страна. Если не будет безопасности, не будет ни развития экономики, ни здравоохранения, ни экологии. На мой взгляд, Кудрин по-прежнему рассуждает с точки зрения Горбачевского нового мышления. Пытается доказать, что врагов у нас нет, и потому нам вообще не нужно тратиться на армию. И тут Шойгу снова прав, такие рассуждения это пиджак 1972 года. Горбачевские концепции давно устарели пацифизм, рассуждение, что надо мирно со всеми жить, что нам никто не угрожает. История, замечу, с горбачевских времен наглядно доказала, Запад нас в покое не оставит. Сейчас это, на мой взгляд, очевидно для всех, кроме Кудрина и его окружения. Я считаю, нужно разоблачать демагогов, оперирующих терминологией Горбачевского периода. Если рассуждать в таком ключе, можно зайти очень далеко. Например, до предложения капитулировать перед Западом и распустить армию. На деле, только если армия не обеспечивает безопасность, она становится ненужным активом. В этом случае государство тратит непонятно на что, и действительно выбрасывает деньги на ветер. СП, российская армия в ее нынешнем виде отвечает этому критерию. Наши вооруженные силы должны при необходимости эффективно отразить угрозу со стороны США. Именно под это надо выстраивать военный бюджет. И я уверен, люди, которые занимаются планированием военного строительства, считают каждую копейку, чтобы лишние деньги не стратить. Но то, что надо, значит надо. Шойгу именно об этом говорил, когда рассказывал, что ВС отказались от парадной формы для срочников радиоэкономии. В том же русле проводится модернизация нашей старой техники танков, артиллерии. Конечно, можно было бы наклепать сотни новых армат, смерчей и градов, а старые системы выкинуть на помойку. Примерно так поступают США, и это действительно ведет к сумасшедшим тратам. Но мы избрали другой путь. Так что я считаю, у нас сейчас на оборону тратится абсолютный минимум. Надо, напротив, увеличивать военный бюджет РФ с тем, чтобы он был сопоставим, по крайней мере, с китайским к долларовом выражении. Нынешний минимум, который мы выделяем на обеспечение безопасности против Запада, был хорош до прихода к власти Дональда Трампа. Со сменой лидера американцы запустили мощнейшую программу модернизации своих ВС. В этой ситуации наша нынешняя экономия на военных расходах приведет только к одному, мы проиграем Америке наши позиции. Запад вычислил, реальная инфляция в России перехлестнула 10%, почему налог на бедных в нашей стране будет только расти. Россия, наряду с США, является крупнейшей военной сверхдержавой, и способна уничтожить не только своего главного геополитического противника, но и все человечество, отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснес. Надо понимать, все годы после Второй мировой мы прожили в мире, избежав Третьей мировой, только благодаря только одному обстоятельству тому, что в 1940-е и 1950-е Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Игорь Курчатов, Сергей Королев сумели создать ракетно-ядерный щит. Этот щит достался России, и сегодня по-прежнему является гарантией, что мировой конфликт невозможен. Так вот, ракетно-ядерный щит не просто некоторое количество атомных бомб. Это тысячи боеголовок, и тысячи единиц средств доставки этого оружия к целям, сотни самолетов и ракет, десятки подводных лодок. В целом, это сложнейший механизм, который нужно поддерживать в постоянной боевой готовности, и стоит это невероятных денег. И когда либеральные политики начинают рассуждать, мол, зачем нам так много оружия, эти люди просто не понимают, что такое армия, для чего служат ядерный щит и капиталовложение в оборону. На Дели, отказаться от достаточного финансирования ВС значит, отказаться от ракетно-ядерного комплекса. Приведет ли такой шаг к позитивным переменам для нашей страны вопрос, я считаю, риторический. Военное обозрение, Шойгу рассказала о главной угрозе для нашей страны.